Сегодня, даже если бы Господь пришел тихонько, сел к нам на собрание, то многие из нас, нажали Его, скажу вам честно, просто не узнали. Вокруг нас сотни, тысячи людей, нуждающиеся в спасении Божьем, а мы закрыли на замочек дверь, и не хотим, чтобы кто-то нас тревожил. Нам хорошо, уютно, и зачем? Переживать сегодня нет причины. Никто не гонит нас, не тот уж век. Живи и наслаждайся жизнью, милой. А если нужно, Бог сам приведет, спасет, омоет, ведь Он царь, владыка, кого Он хочет. Ну а мы чего? Прошло уже то время жад великих. Жестокосердие у нас, у христиан, и самоправедность глаза нам ослепляет, и, успокоившись, попавшим в Ханаан, без пищи в сон глубокий погружает. Уснула церковь, спит уже давно, смирившись с теплым, жалким состоянием, ест мед и хлеб, а к хлебу молоко, и беззаботно, мирно отдыхает. Воскресным утром дом молитвы полн, а вечером всего лишь единицы. И среди недели на собрании в нем увидишь те же жаждущие лица. А где же остальные? А они всегда найдут причину к оправданию. Семья, мол, дом, работа. Но, увы, они мертвы, им нужно покаяние. Защу я кровь с вас, говорит Господь, за то, что с облазном вы стали в этом мире. Вы имя мое носите, но все ж далекими мне стали и чужими. Вы лучше жить хотите на земле, и зависть вам, друзья, оковы строит. А многих укусил успеха змей, и совесть вас давно уж не тревожит. Что, Бог, скажи мне, друг, тебе не дал, чтоб жизнь благочестивую прожил ты? А тебе мало тех житейских благ. Ты хочешь больше, ты стал ненасытным. Да, строишь, брат мой, замок на песке. Величественный он хоть, но фундамент одной волной размоет. И тебе не хватит сил его уже поправить. Кому ты раб, тот господин тебе. А двум служить не сможешь, друг мой, честно. Пока не поздно, возвратись скорей. На путь тернистый, там тебе лишь место. Проснись, встань спящий и скорее иди. Тебя Господь сегодня призывает. И весть благую людям принеси. Друзьям, соседям, всем, кто погибает. Аминь.